В числе школьников, которые получают свой первый паспорт, Ксения Шевелева. Она серьезно занимается спортом. Сначала были танцы и прыжки на батуте, теперь мини-футбол. За спортивные успехи удостоилась чести получить документ не в паспортном столе, а в торжественной обстановке. Теперь собирается отправиться в банк. Получить карту, чтобы самой, то есть чтобы теперь не родители у меня покупали там какие-нибудь вещи с интернет-магазинов, а сама я. И забирала их тоже я. Вместе с Ксенией паспорта получили еще четверо школьников, которым исполнилось 14 лет, и которые достигли высоких результатов в разных сферах деятельности – в учебе, творчестве, спорте. Это такая достаточно давняя традиция нашей миграционной службы в преддверии таких значимых праздников. И в первую очередь в преддверии Дня Конституции мы всегда культивировали эту традицию вручения паспортов. И не просто вручения паспортов, а вручения тем людям, которых хотелось бы как-то отдельно выделить в рамках нашей области, тех, которые, собственно, эти документы получают. Получили российский паспорт и пятеро иностранцев – выходцы из Сербии, Казахстана и Украины. Это стало возможным благодаря государственной программе оказания содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Среди переселенцев Татьяна Топоркова. Она родилась на территории Украины. В 2015 году закончила хореографический колледж в Белоруссии. А последние три года выступает на сцене Самарского театра оперы и балета. Это такое долгожданное событие, потому что я уже шесть лет иду к этому. Потому что, ну, я раньше работала в театре, который много гастролирует, и не было возможности долго и в лаките с документами, поэтому все оттягивалось. Ежегодно более двух тысяч иностранцев пополняют ряды наших соотечественников и получают паспорта в упрощенном порядке. За время действия госпрограммы россиянами стали 26 тысяч человек. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События.